МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 31-я встреча ЗУМ кандидатов на парламентские выборы Западной Армении. Сыны Западной Армении Ара и Жора Арзаманяны. За кулиси Арцаха. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию гуманитарная ситуация в Арцахе. В Баку проходит судебный фарс по делу Вагифа Хачатряна. Арцах карьер-экспо, площадка поиска работы для вынужденных переселенцев из Арцаха объединит ряд компаний. Армянский исторический ток превращается в азербайджан-албанский заповедник ТУК. 12 октября состоялась 31-я встреча ЗУМ, организованная избирательной комиссией Национального собрания Западной Армении. Тема встречи – ситуация в Западной Армении Арцахе. Во время встречи президент Западной Армении Арменак Абрамян представил подробности и последствия трагических событий в результате очередной агрессии Баку в провинции Западной Армении Арцахе, обсудив с участниками, как будут организованы дальнейшие выборы. Сыны из Западной Армении – Ара и Жора Аразуманяны. Жора и Арам Аразуманяны погибли 7 ноября 2020 года в Шуши. Братья служили во внутренних войсках полиции. Жили в поселке Аралес общины Веды Араратской области. Началась война. Братья отправились на передовую, с первых же дней были в Карвачаре, сказав семье, что находится в Артанисе. Только после гибели сыновей мама Анаита Арзуманян узнала, что сыновья сражались в Шуши. Последний раз ребята разговаривали с семьей утром 7 ноября. Говорили очень коротко, сказав, что все в порядке. В дальнейшем супруга Жора Лилит узнала, что Арам и Жора были в осаде. После гибели мужа Лилит поступила на службу во внутренние войска полиции. 7 ноября 2020 года в 3 часа дня погиб Арам, в 6 часов вечера – Жора. Останки Арама Арзуманяна и Жоры Арзуманяна при посредничестве российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста 13 ноября были вывезены из Шуши. Вечная слава павшим бою героям. Москва готова организовать встречу представителей Еревана и Баку для обсуждения вопроса подписания мирного договора. Об этом на саммите глав государств СНГ в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин. Россия будет способствовать, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры двух стран. Безусловно, выбор всегда за соответствующей страной. Россия лишь готова создать для этого соответствующие условия, подчеркнул Путин. Напомним, что при поддержке России подготовлены соответствующие трехсторонние документы. Все это время в трехстороннем формате Россия, Армения и Азербайджан ввелась кропотливая работа, направленная на нормализацию отношений между двумя столицами. Также напомнив, российские миротворцы в рамках своих полномочий добросовестно выполняли свою миссию в Арцахе. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Гуманитарная ситуация в Арцахе» и одноименную рекомендацию. Об этом заявил глава делегации Национального собрания Восточной Армении Рубен Рубинян. В резолюции осуждаются военные действия Баку против Арцаха 19 сентября 2023 года. Ассамблея фиксирует, что почти все население Арцаха покинуло свою родину из-за угрозы физического уничтожения и давней антиармянской политики правительства Баку. Ассамблея фиксирует, что существуют обоснованные подозрения в этнической чистке. Ассамблея отмечает, что проведение этнической чистки как военного преступления или преступления против человечности может повлечь за собой индивидуальную уголовную ответственность. Ассамблея ссылается на тот факт, что более 100 тысяч армян покинули Арцах за последние две недели и фиксирует причины этого. Военные действия, начатые Баку 19 сентября 2023 года, кризис, вызванный блокированием Берцорского коридора. Ассамблея глубоко убеждена, что трагический исход населения Арцаха не следует воспринимать как новую реальность. Будучи государством членом Совета Европы Баку должен сохранять верность основным ценностям организации и демонстрировать готовность выполнять свои международные обязательства. Ассамблея ожидает, что и Армения, и Баку будут уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также нерушимость границ на основе Алматинской декларации 1991 года. Ассамблея призывает к открытию региональных каналов на основе суверенитета территориальной целостности стран и в рамках национальной юридикции. В этом контексте Ассамблея подчеркивает, что возможное соединение с Нехадживаном не может быть начато против воли Армении и в ущерб национальным интересам Армении. Ассамблея требует, чтобы генеральный секретарь и комитет комединистров как можно скорее организовали визит миссии Совета Европы по установлению фактов, целью которой будет проведение оценки на местах и определение мер, которые необходимо принять для защиты прав местных армян, в том числе и тех, кто нашел убежище за пределами страны, обеспечить безопасность всех возвращающихся, кто захочет вернуться. Приветствует миссию специального представителя генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев в Армению по установлению фактов для оценки помощи, которая будет оказана организацией в нынешней ситуации. Ассамблея отмечает, что будет тщательно следить за мерами, принимаемыми властями Баку и выполнением взятых на себя международных обязательств. В Баку проходит судебный фарс по делу Вагифа Хачатряна, похищенного азербайджанцами в Бердзорском коридоре летом текущего года. Дело находится в производстве судей Бакинского военного суда Джамала Рамазанова. Рейтер отмечает, что по сфабрикованному делу потерпевшими приходят 59 человек. Будут уточнены также личные данные пострадавших. Хачатрян был похищен в конце июля на КПП в Бердзорском коридоре непосредственно из машины Красного Креста. Генпрокуратура Баку заявила, что Хачатряну было предъявлено обвинение еще в 2013 году и его объявили в международный розыск. Баку приписал арцахцу ряд тяжких преступлений, в том числе за вооруженное нападение на село Мешали в 1991 году, в результате которого погибли 25 азербайджанцев. Степан Акер назвал азербайджанские обвинения ложными, заявив, в селе Мешалит такого преступления не было. Ярмарка вакансий Арцах Карьер Экспо, которая пройдет 31 октября в бизнес-центре Элит Плаза, предоставит вынужденным переселенцам из Арцаха возможность найти работу в ведущих компаниях Армении. Различные компании представят свои вакансии и ознакомят с деятельностью компании. Есть более 25 организаций-работодатателей из самых разных отраслей. IT-компании, платформы сферы услуг, операторы мобильной связи. Есть и отдельная образовательная часть. В рамках выставки также будут приглашены спикеры, которые проведут мастер-классы, помогут людям составить правильные резюме, подать документы в соответствующие учреждения. Наша главная цель – арцахские армяне, но мероприятие открытое и бесплатное. Оно не коммерческое, мероприятие проводится с благотворительной целью. В октябре 2023 года на официальном сайте главы Баку Ильхама Алиева был размещен приказ объявить историческую территорию села ТО государственным историко-архитектурным и природным заповедником ТУК. В качестве основы для создания заповедника отмечается, что ТУК является одним из исторических поселений, демонстрирующих историческое прошлое азербайджанского народа. Находящиеся здесь памятники относятся к древнему наследию Кавказской Албании. В приказе говорится, для формирования заповедника технических вопросов, системы управления и уточнения границ заповедника выделяется два месяца. В результате 44-дневной войны 2020 года Баку полностью оккупировал Гадрудский район Арцаха. Под контролем Баку оказались исторические населенные пункты Гадрудского района и сотни разнообразных памятников, крепости и замки, церкви, монастыри-часовни, святыни, особняки, исторические населенные пункты. Гадрудский район с древними поселениями и памятниками является одним из важнейших очагов армянской идентичности. ТОК – центром власти и милекства Дизака, одним из исторических политических и культурных очагов Арцаха. После захвата района официальный Азербайджан в первую очередь начал осваивать именно Гадрудский район. Были организованы визиты представителей так называемой Удинской общины в ТОК, Катрут и Цакури, где армянское наследие региона и всего Арцаха объявлялось Албану-Удийским, а ТОК – древнейшим Албану-Удийским азербайджанским поселениям. Активную роль в освоении исторического района Гадрута принимает президент Баку, который, посещая оккупированные районы Арцаха с членами своей семьи, уделил достаточно большое место населенным пунктам ТОК и Гадрут. Во время одного из таких визитов Ильхам Алиев с супругой и членами семьи также побывал в оккупированном селе Цакури, в церкви которого заявил, что все эти памятники не армянские, а албанские, и над ними фальшивые армянские надписи и кресты. Следовательно, азербайджанская сторона приведет эти памятники к первоначальному историческому виду. На церквях-часовнях, особняках-мелеках, родниках-домах, находящихся на территории села ТОХ имеются многочисленные надписи на армянском языке, сделанные в разные века, и подобные заявления президента предопределяют их судьбу. Понятно, что целью создания заповедника является уничтожение исторического армянского прошлого и изменение культурного наследия. Провозгласив армянское наследие албанским или уйдийским и присвоив его, азербайджанская сторона однозначно осуществляет культурный киноцид, исходя из Конвенции ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном наследии, принятого в Японии в 1994 году. Армянское культурное наследие таким образом теряет свою основную ценность, лишается признаков подлинности и целостности. Кроме этого, согласно статье 4 Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов 1954 года и статье 9 Второго протокола 1999 года запрещается любое преобразование культурной ценности. Также изменение способа ее использования с целью открытия или уничтожения культурных, исторических и научных свидетельств. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Армена Мовсисяна Зимвори Ерк. Армена Мовсисяна Зимвори Ерк. Армена Мовсисяна Зимвори Ерк. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Армена Мовсисяна Зимвори Ерк. 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 Армена Мовсисяна Зимвори Ерк.